Welcome, welcome, welcome! Кто бы мог подумать? 1-1! Америка против России! Хотя на самом деле больше Канада и больше против Украины. Но вы поняли, в общем, национальности здесь не важны. Регион СНГ, команда Gambit Esports отыгралась в серии. Счет становится 1-1. Команда Cloud9 задумалась сейчас, а что же им теперь делать? Ну, из моих рассуждений, я могу только им подсказать, из моих видений игры. Забаньте о Ниве. Это, по-моему, самый простой вариант, который приходит в голову, потому что этим же сетапом команда Альбус Нокс, по сути, давила. На чемпионате мира 2016 года, ну, шестой сезон, тоже о Ниве, тоже от Киры и тоже Поппи брали. Правда, брал тогда ее на топе Смурф, да? Если я не ошибаюсь, Смурф. И это работает. Это проверенный вариант многолетней, команде же Cloud9. Чтобы выиграть, просто надо забанить Альбию. По крайней мере, пока так выглядит. Но могу отметить и команду Gambit, которые, наконец-то, осознали, что у них нет Адекерии. Осознали, что его надо просто посадить на контроль Адешника, который умеет отпушивать линии, умеет инициировать. Инициативно у Адекерии, как я их люблю называть, это Аша, это Джин, это Варус, это Северка. Нет, у вас, Адекерии, у вас есть саппорт с АД уроном. И не надо пытаться через него делать какие-то и какую-то игру. Давать ему Эза, чтобы он в мидгейме тащил, давать ему Люциана, чтобы он линию победил, там, Трейвена и другие варианты. Нет у вас этого игрока. Я не знаю, почему они до сих пор этого не поняли. Любая статистика говорит за то, что у вас его нет. У вас есть саппорт на этой линии? Так и используйте его по максимуму. Тогда будет все хорошо. Что же касается команды Cloud9, им нужно, как мне кажется, с Джаглером что-то было сделать, и они решили пойти гораздо проще. Не проводить разъяснительную беседу с Блабером в стиле, а давай ты будешь играть агрессивно, когда надо играть агрессивно, и пассивно, когда надо играть пассивно. А просто выпускает Свен Скерина, участника Чемпионата мира 2017 года в составе команды TSM. Человек, который уже с практикой, вроде как, знаком чемпионатов мира, правда, на более высоком уровне. Но вот сейчас будет вспоминать, как кнопочки-то нажимать. Чайля Кейтлин вытащит для лодика, и можно играть. Да нет, Кейтлин как раз-таки тоже ему не подходит. Это керри, вокруг которого вы выстраиваете сетап. Мы видели с вами, что каждую игру, где пытались вокруг лодика выстраивать сетап, и Джерексы наказывали команду Гамбит, и то же самое сделала команда Клаудайн уже сегодня. Кто запасной у Гамбит? Их же аналитик запасной. Не волнуйтесь, он просто там сидит в соло-ку играет, ему, видимо, не до анализа сейчас. Сейчас Гамбита их сдали, сейчас проверочка идет, он просто играет соло-ку, поднимает себе Элло, как может. Но побороться все еще, конечно, есть возможность у команды Гамбит. И мы ни в коем случае их никогда не сливали, кроме статьи. Но статья — это дело тонкое, как говорится. А в матче вот сегодня то, что мы первую игру болели за них, а во второй игре болели за них. И вы заметили, надеюсь, что вы заметили, что я Клаудайнов поливал грязи точно так же, как поливал команду Гамбит. Говоря, что неудачные пики, неудачная идея, отсиживаться — это, конечно, хорошо, но долго усидеть не получилось. Замена Гамбит взяла Чалик. Да, да, уже взял Чалик, все верно. Клаудайн, не прочли твою статью? Мне, кстати, как раз такое впечатление, что они прочитали мою статью, ну, первую статью, к сегодняшнему матчу. Потому что они выполняют то, что в моей первой статье было написано. Первая статья, в которой я их, так сказать, поднапутствовал против команды GRX. Они делают то же самое, что должны были делать против команды GRX, только против Клаудайн. А против Клаудайн надо немножко других чемпионов банить. Но окей, у них получилось победить Кендредку, у них получилось победить Кайсу. Кстати говоря, и Кендредка, и Кайса были со стопроцентным винрейтом у команды Клаудайн в этом году. И все, этот сетап сломался. И вопрос, будут ли Клаудайны сейчас продолжать играть Кендредку с Кайсой и провоцировать команду Гамбит. Искать другие варианты, ну, помимо Аниви, потому что я больше чем уверен, что с Аниви бан произойдет. Либо Клаудайны спровоцируют, наоборот, Аниви ее взять, а сами сделать какие-то более жесткие пики. Например, через три танка и два керри сыграют. Дай, пожалуйста, ссылку на статью. Какую, на первую или на вторую? На вторую вроде у меня даже она была подготовлена. Ну, там ее легко найти, вторую статью, как бы. Это несложно. Она вот здесь находится в двух шагах, как говорится. А вот первая, она уже четыре дня назад была, или даже пять дней назад. Она очень далеко находится. Ургота забанят. Ургот, да, тоже неприятная ситуация. Вы взяли Акалия, это я про Клаудайна говорю. Взяли Акалия против Ургота, и Акалия не сработала. Я сказал, что Лекареш отвратительно сыграл, и я не собираюсь свои слова назад забирать. Он играл так, как будто он Кенон, как будто он Лиссандра или еще какой-нибудь топ-лейнер с фланга пытался заходить. А зачем, когда тебе единственное, что нужно делать за Акалия, это нагло сплитпушить, выходить в плюс 100 фарма и давить, 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 давить. Да, пусть они гоняются за тобой. В этом и есть суть этого чемпиона. А не провоцировать пять на пять битву. Ну что ж, Свенскерин минус Анивия. Но это все же очевидно. Было вопрос о том, что какого чемпиона будете переградать Свенскерин. Пока не очень доволен Дженсен. Ну, если честно, я вот за Дженсеном заметил, видимо, он настраивается так на матчи. Даже когда они лидировали против команды TSM 2-0, даже когда они проигрывали против команды Team Liquid 2-0, у Дженсена одно и то же выражение лица. То есть он всегда, ну, так, очень в задумчивом состоянии находится и убивает лодику еще варуса. С одной стороны, остается у команды Gambit радость, такой, знаете, радость послевкусия первых банов. Потому что вы выбили себе открытую Акали, если сами ее сейчас не забанить, и открытых других чемпионов, там, Алистар, Браум, все это есть. И Алистара сами банят команды Gambit, оставляя Акали открытые. Интересно, будет ли Cloud9 забирать Акали или сделать переход хода. Напоминаю, что команда Gambit не умеет пикабанами заниматься. На красной стороне трэш от Зайзала. Про это я говорил уже в каком-то стриме, в статье я это не записал. Трэш Зайзала, он огромное количество игр на трэше сыграл, и даже хайлайты уже начали в интернете появляться на его предикт-хуке. Но это очень агрессивный чемпион. И очень похоже, что команда Cloud9 собирается играть через бот-лейн команды Gambit давить. Те против трэша выбирают Райкана, ну и, соответственно, Заю. А это уже мне не нравится, потому что комбинация Зая и Райкана это круто. Но почему вы решили, что Лодик сможет это все организовать? А вот это интересно. Команда Gambit не добирает Заю, оставляя ее открытой. И тут же ее припикивает с неки, но пока ее не берет. Задумались с Cloud9, потому что с одной стороны они хотят вроде забрать себе Заю, а с другой они хотят использовать трэша. И трэш это либо Дрейвен, либо Люциан, либо Джин будет от команды Cloud9. Ну вот, судя по всему, я угадал. А, еще три стана, конечно же. Дрейвен! Олег Сэрсай подарил 50. Да-да. Блин, ты ответишь, кто топ-3 мидлейнер, на твой взгляд, в ныне. Так я же ответил, чем ты это слушал. Я же сказал, кто топ-3 мидлейнеры, на мой взгляд. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, человек не считает, не слушает, а вот пристает к нам со своими топ-3 мидлейнер, на мой взгляд. Лебланк, 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 бери все, не переживай. Ну а если серьезно, если ты умеешь хорошо играть, то Лебланк, Синдера и, я думаю, Зоя. Это лучшие для Сулаку чемпионы сейчас. Что-то новое нам показывает команда Cloud9, что-то, чего мы с вами не знаем. Я этого не видел еще от них. Ну, мы Дрейвена с трэшом видели, это исполнение уже было показано. Но появляется еще Синджет. Синджет, который импактовский. Помните импакты Синджета в один момент. Начал играть в команде Cloud9 на топ-лейне. И многие команды даже перешли на респект бан этого чемпиона, просто потому что не понимали, как против него играть. Против Сиона был взят Синджет. Странный немножко ход. Дрейвен был взят в Рейкана. Тоже странный ход. Пока я не особо понимаю, что пытаются Cloud9 выявить, но мне не нравится, что делают Гамбиты. Они не берут Заю и теряют ее в банах. А ведь Зай – это единственный, можно сказать, чемпион, который мог еще против Дрейвена как-то побороться на линии. Учитывая, что Варус уже забанен. А сейчас они еще, скорее всего, получат бан... Даже за необязательно банить Зикса. Ха, интересный бан Зикса. Это от Киры. Интересный баннер делала команда Cloud9. Скорее от незнания того, что может быть. Я бы, честно, забанил... А кого бы я забанил? Я бы Поппи забанил, кстати. Потому что Поппи в лесу все еще могла... А, не, подожди, не могла Поппи в лесу быть. Да, тут надо было либо Мидера, либо Аддешника убивать только. Люцика я бы не банил, потому что Дрейвен не особо от него страдает. Ну, Аддешника точно не банил. Я пытаюсь Мидера придумать. Ну да, слушайте, а тут больше и нечего банить. А Ниви они уже забанили. Зикс, японский Зикс их даже помучал. Кира может сыграть чем угодно. Но да, это скорее такой бан, просто прицелиться. Команда Клауд Найн, очевидно, собирается играть через мидгейм сетап. Не собираются они доходить до лейтгейма в этот раз. Забирают себе талию в лес. И, скорее всего, Лебланк на мид. Я думаю, что это будет Лебланк-мид. Либо это будет вообще какой-нибудь ассасин типа АД чемпион. А может быть Синдра, кстати. Ассасин типа на мид... А, Райз? Нет, Райз мне не нравится здесь идея. Контроль Вейгра мне нравится. Но Райз это, конечно, более стандартная идея. Не дать ее кири. А почему не Лебланк? Ну, зато две глобальные ульки будут. У команды Клауд Найн они могут оказаться на любом... В любом месте на карте на шестом уровне. Италия и Райз сразу же могут пролететь, куда захотят. Ну, а команда Гамбит пыталась на красной стороне играть от контрпиков. И, как обычно, у них это не получилось. Без обид, ребят. Фанаты команды Гамбит. Но они вот так вот это делают на красной стороне. Я не знаю, как у них это получается. Они умудрились получить себе проигрышную линию на топе, проигрышную линию на боте. Равенство на миде и равенство в лесу. И это на красной стороне. По пику Клауд Найн хоть и сделали что-то кривое, но все равно перепикали команду Гамбит. Хотя есть интересная комбинация Райконгалю, которую можно поэксплоутить немножко. Учитывая, что там... Ой, да-да. Наверное, отходил. Леблан, ну молитесь. Молитесь? Ну давай, Лебланку тащи, тащи Солоку. Так вот, Гамбит взяли себе неплохую сетап через Райкана Галлио, но только можно похвастаться им из-за того, что Дрейван без эскейповый адекерий. То есть, понимаете, в него можно ворваться. Но как же все тяжело. И Сионом. Да нет, Сион здесь не особо-то может радоваться тем, что он здесь появился, потому что там и трэш со своим хуком, и откидыванием. В общем, навалами из заклинаний, которые просто Сиону после его ульты не дадут вообще ничего сделать. То есть, понимаете, Сиону нужно успеть кушку свою еще нажать, чтобы подкинуть после ульты. А здесь тебя трэш просто откинет, или хуком задянет, и все. СС эффекты заканчиваются. Джонни, я не вижу урона. И я не вижу урона, ребят. Я вижу, что обе команды решили играть в открытый хоккей. Друг друга бить по лицу уже с первых минут. Но вот незадача. Чем дольше будет опять же идти игра, тем хуже будет для команды Gambit. Потому что Late Game за командой Cloud9. У них чемпионы сильнее. Райс сильнее Галлио. Талия сильнее Грагас. Сион сильнее этого. Вылетел из головы Сион. Сильнее Синджета. Но, сами понимаете, Синджета другая задача. У него нет задачи сражаться с Сионом один на один. Задача тимфайтов. И тут мы понимаем, что Синджета, в общем-то, никто остановить в сражениях не сможет. Команда Gambit. А вот Сиона смогут остановить Cloud9. И, конечно же, мы тут вспоминаем про еще одного чемпиона. Это Дрейвен, которого вроде как нет пассивки. И, соответственно, он в Late Game слабый чемпион. Но есть несколько только чемпионов, которые такие же слабые, как и он в Late Game. И Люцан один из них. Будет ли прокси Синджет? 100% не будет. Это будет Синджет. Абузер. Да, так и есть. Он книжку взял себе. Синюю ветку вторую. Абузер в смысле того, что он будет запушивать подвышку стажера. И потом уходить на потенциальные заходы в Красный Лес. Поддавливать Diamond Prox. Потом возвращаться на свою линию запушивать и так далее. Абузер он при помощи Экзекьютора. Ну, не Экзекьютор. Нет, все верно. Экзекьютор он называется. При этом фляжка и еще печеньки у него там должны быть. И усиленная фляжка сама по себе. Dark Seal. И поехали. Возможно, даже два Dark Seal он себе возьмет. Это будет Сион с Гидроизизирот Порталом, как в ролике. Нет, вряд ли это будет тот Сион с той стратегией. Но команда, главное, очевидно. Их план. Они собираются играть через Сники. А если со Сники игра не получится, то мы переходим к Райзу. То есть у них такой план. А вот у команды Гамбит более, как бы, как бы это назвать-то, более скованное такое действие в игре. Они должны просто фармиться до шестого уровня, а потом устраивать им файты, где у них куча контроля. Там Грага, Сион, Галлио. То есть это... Я боюсь это назвать, ребят, но вы сейчас это услышите. Это четыре танка и Люциан. Понимаете, да? Четыре танка и Люциан. Я, конечно же, прекрасно понимаю, что там есть пробивание брони у Сиона, есть магический урон у Галлио, и такой же, наверняка, магический урон соберет себе Грагас. Ну, ребят, это четыре танка и Люциан. Показывают нам, что Свинскерин в свое время играл против Даймонд Прокса еще в Европе. И статистика Свинскерина против Даймонд Прокса. Три победы, восемь поражений за два года. Вот это неудача. Либо, наоборот, удача для Свинскерина, чтобы устроить месть. Даймонд Прокс у нас успеет ли подойти? Стажера перекинули. Стажера сбивает. Он дает кошку, пытается дать подкидывание. Он умирает, это First Blood уходит за Свинскерином в Даймонд Прокс. Конечно же, тяжело Грагасом передвигаться по карте. Там такое гигантское пузо. И он не успевает прийти и помочь. А ганг неожиданный. Ну, видимо, для стажера неожиданный. На третьей минуте произошел опять поварда. Опять был запушен у нас игрок команды Cloud9. Не знаю, почему у стажера сегодня вот такая вот проблема, когда его гангают на топе, что он не может эту ситуацию оценить. Свин не собирается сейчас гангать. Если кто-то думает, что почему он не перекидывает Лекариша, это была защита. Это был контрганг от Свинскерин. Давайте смотреть. Запушивал на стажер. Его просто перекинули. И так как он играет... Ну, не супертанковый билд в начале, сами понимаете. Там не хватает еще танковости никакой. У Сиона. Его просто наказали за начало игры. Он играет с фляжкой и с Граспом. Грасп только будет настакивать тебе здоровье на время от времени. И одновременно с этим фляжка... Это не Даран щит, который тебе сразу дает там здоровье и поглощение урона. Ну, и поэтому его довольно легко перекинули и убили. Он с флешом умер. А там даже если бы он флешнулся, ничего бы не дало ему. Кто не знает, Сиону особо флеш не нужен. Поэтому Сион бы флешнулся спокойно... Ой, Сион, извините. Синджету флеш особо не нужен. Он бы спокойно флешнулся, добил бы Сиона. И гораздо страшнее было бы то, что у Сиона в дальнейшем бы не было флеша потом. Ой, тут Снеки пытается поймать. Перекидывание от амена у Снеки. Нет, он отфлешивается и не догорает. Чуть-чуточку не хватило. Ошибка Снеки. У него есть хилка, но он не будет ее, конечно, здесь тратить. Уходит на рекол. Вот тебе Литсан с Игнайтом. Классная игра сейчас была от Эдварда. Он прыгнул с Люцика сразу же на Снеки. И Снеки отлетел очень жестко. Лодик сыграл здесь агрессивно, но успешно. А вот тут у нас начались небольшие прокси-темы. Но они совсем небольшие. Правда, Ликариша можно поймать. Перекидывание идет по Кире, но он успевает дать. Там флеш подкидывание. И еще одно убийство. Мы это уже видим с вами третью партию подряд. Как команда Клаудайн забирает ФБ. Но при этом через минуту отдает килл команде Гамбит. Как будто не уважают соперников. Do not respect, как говорится, своего соперника. А это зря. Попроксил немножко. Нормальные прокси-темы пошли. Странный, конечно, ход. Кира здесь у нас наглеет. Но не будет, конечно, Дженсона здесь бить. Дрейвен вернулся на линию. 30 фарма на 36. И линию сейчас пытается немножко пофрезить. Люцика вернулся на телепорте. Но ему все равно надо ждать, пока Эдвард сюда вернется. По поводу Сники у него те же самые цифры. На шестой минуте 100 стаков. Блин, как он это делает, я не знаю. Шестая минута 100 стаков. И его опять с линии прогоняли. Мы помните сегодня... Не сегодня, а позавчера видели. Сники как раз-таки тоже на дрейвене. Интересно. Свен еще один ганг решает организовать по стажеру. Стажер в этот раз может флешиться. По-моему, сейчас самое время, чтобы его организовать. Он ждал перекидывания Свен Скеррина. От флешивается Тавердайв. Можно организовать в команде Клавдайв. Но они в первую очередь хотят зачистить ворды. Убедиться, что нет здесь никого. У Сники небольшие проблемы. Опять на него прыгает лодик. Наносит много урона. Эдвард прыгает вперед. Он попадает под вышку. Игнает. И это кин. Что за ошибка от Эдварда? Доигрался немножко. И стажер доигрался. Куда же он так далеко-то полез? Он же знал, что у него трайб уже зачистили. Он же знал, что не успеет Даймонд Прокш подойти. И стаки снимает Дрейвен. И то, что его вначале мучили. То, что его сняли тогда флеш скиллом. Это, конечно, была грубейшая ошибка сейчас от Эдварда. Он потратил... Вы видели? Его хуканули. Он потратил свою W на лодика. После этого сделал прыжок. И решил, что может агрессивно сыграть по Дрейвену второй раз. Но Дрейвен получает убийство. И команда Клаудна мгновенно уходит в 2000 вперед. Ну, почему это не делает этот джанглер? Почему джанглер на Грагасе? Ах. Гамбиты опять вот... Опять за свое, как говорится. Зачем вы даете ему Грагаса? Да, ему нравится играть на этом чемпионе. А кому не нравится? Ты весь матч просто фармишься. Вот он сейчас будет Эдварда прыжок с лодика. А назад-то эскейпа нет, понимаете? Он уже тратил свою W. Извините, у нас тут какой-то реплей со спецэффектами. Но еще раз объясню, как механика была. Попал в хук. Рейкан делает прыжок на лодика. Это первый прыжок. У него есть два прыжка. После этого он делает второй прыжок на лодика. И с него же прыгает на Дрейвена. А как ты назад собираешься возвращаться? Ну как ты назад-то собираешься? У тебя нет третьего прыжка. Все, ты два прыжка потратил. И он просто отдает убийство. Потому что Игнайта тоже был у Зайзала. Он же тоже с Игнайтом играет. Билет в один конец. Да, это билет был в один конец. И паровозик завершился. Но, правда, катлас есть у лодика. Дрейвен все еще не купил целый предмет. Ну а тем временем Грагас продолжает фармить. Я не флэмлю Даймонд Прокса за его игру в этом матче конкретно. Я флэмлю скорее аналитика или тренера команды Гамбит, который не совсем понимает, что когда Даймонд Прокс играет на Грагасе, его команда чаще всего ничего не делает первые 10 минут. Не потому что Даймонд Прокс любит на Грагасе, может быть, фармиться. А потому что как-то команда не знает, как организовать для этого Грагаса убийство. Это тоже, кстати, тренерская работа, объяснить, как лучше провести маршрут таким образом, как лучше остальным линиям стать таким образом, чтобы Грагас мог приходить и делать убийство. В смысле, не третьего прыжка? Да, да, да. В смысле? Где прыжок-то? Спрашивает Эдвард. Не верите, как говорится, перемотайте все матчи и посмотрите, когда Даймонд играет на Грагасе. Первые 15 минут один ганг, хорошо, если успешный. А потом перемотайте, посмотрите, как Свинскерин играет на своем любимом Грагасе, или так, Икс Митти играет на Грагасе. Кстати, лучше всего Икс Митти, посмотрите. Там 5-6 гангов с тавердайвами. Вот это вот я понимаю, Грагас. Но здесь Свинскерин... Ой, извините, оговорился. В Снике делается улын, опять атлотик, опять тонна урона. Сники не смог его откинуть, и поэтому вынужден был отойти. Здесь очередной тавердайв, и на контрганг приходит Даймонд Прокс, не попадает своим заклинанием по Ликаришу. Ликариш уходит под ультой. В сторону у Даймонда нет маны. Смечается сюда Кира. Райс наверняка уже пингует, рассказывает своей команде о том, что там происходит. В этот момент у нас стажер пытается зацепиться за Свинскерин. А Кира дает ульту, и Свинчик убегает. Ликариш тоже убегает. Ничего не вышло. Островок на Бутлейне живет у команды Клауд Найн. А это все плохо для команды Гамбит, потому что, напоминаю, мидгейм у них равный, эрлигейм у них равный, там 5% разница с небольшим перевесом. Для команды Гамбит это ерунда. А вот Лейта вообще нет у команды Гамбит. У них 4 танка и Люциан. Это не то, что вы хотите иметь в лейтгейме. Если бы у них там было 4 танка и Кайса, 4 танка и Твич, Джинкс, то, по сути, даже Кейтлин здесь бы зашла. Было бы нормально. Ну, непонятно, как бы они тогда линии все эти отыгрывали. Ну что ж, Грагас идет вниз. Догадывается он, что Свинскерина здесь не будет, и собирается делать инициацию. Правда, флэши откатились в команде Клауд Найн. Не по вардам проходит Даймонд Прокс. И вопрос, будет ли хук сейчас по лодику. Надо было, наверное, попадаться в этот хук, чтобы была инициация от Зейзала. Но лодик в нее не залез. И Зейзал в прыжочек, Свинскерин. Так, что все Свинскерин говорит, Сникки? Надо же, конечно, говорить. Дрейвен. Давайте я буду его Дрейвеном называть, что у меня сегодня. Всегда мерещится там, где Сникки Свинскерин. И Сникки спокойненько нажимает флэш в сторону, уходит к команде Гамбит. Не получилось сделать убийство на боте. Грагас потратил только лишь время. И Грагас в обилити пауэр идет. Ну, это начальный билд всегда в обилити пауэр. Вопрос, будет ли он в фулл обилити пауэр играть. Я, честно, думаю, нужно играть здесь в фулл обилити пауэр. Если он пойдет еще и в чистого танка, это совсем будет плохо. Называй его колготка. Сеточка, колготка, косплейщица. Нет, нет, ребят, хватит с вас. Хватит с вас, как говорится, возбуждения от того, что Сникки делает косплей. Вы еще хотите, чтобы я его так называл? Тут надо люцику в криты. Да, не думаю, что это поможет. Интересная проверка кустиков. Ничего не нашли. Команда Клауд Найн заходит на реку. Расставляет пенг. В этой игре у нас Оушен Дракон. Так что за него, скорее всего, не будет никаких сражений. Хороший хок. Это минус Райкан. Просто великолепная игра от Зейзела. Причем он прочитал, что Эдвард там. Потому что был вард поставлен через стенку. И вард был поставлен в кусты. И он догадывался, что Райкан будет сидеть в этих костиках. Кинул хок на шару. Блин, второй хок на шару, да? Ребят. И почти что минус Даймон Прокс. Это минус. Ошибка-то какая. Диамонская ошибка, ребят. Ой-ой-ой-ой. Минус Даймон Прокс. Это Гнайта. Трэшу, конечно, досталось убийство. Повезло, что не Дрейвену. У Дрейвена там опять уже 100 стаков наверняка собралось. И еще 1000 ему ударить не хотелось бы. Но минус вышка на боте. Которая уйдет чисто в карман Дрейвену. Нет, кстати, тут Зейзл тоже поучаствует в этом всем. Фонарь. А сможет ли нажать? Жадность. Жадность команды Клауд Найн. Зейзл мог остаться, помочь добить вышку как можно быстрее. Но Зейзл оставлял фулл деньги Дрейвену. То есть, чтобы он заработал 600 золота с этой вышки. И Дрейвена поймали и убили. Ну, такая жадность немножко. Стаки с него сбили. Но, правда, он до этого стаки сам уже сбил на седьмой минуте. Сейчас, ну, просто неприятная ситуация. Флэш инициация по Дженсу. Но у него нет мана. Но рядом Свен Скеррин же был. Вы же его видели. Повезда здесь и Стажер. По Свену идет ульта. Нехорошая координация ультов у команды Гамбит. Один дает ульту в стенку. Второй выкидывает из-под этой стенки Свен Скеррина. Мискоммуникейшн. Даже английские комментаторы говорят. И они полностью правы. Не очень хорошо. Но про это я уже тоже рассказывал много раз. Что Пузач не очень хорошо с Сионом сочетается. Как и Джарван не очень хорошо с Сионом сочетается. Их можно играть. Да. Даже Пузача, наверное, лучше играть с Сионом, чем того же самого Джарвана. Потому что там у них еще и пассивки одинаковые. Здесь хотя бы урон разнообразный. Но в этом есть минус этих двух чемпионов. Если они в одной команде Stick Together. Самый лучший под Сионом вариант это Браун. Вообще просто идеальный вариант. Это если с саппортов пойти. А если и среди джанглеров, то это, конечно же, Сиджуани. А это минус Грагас. А это, ребят, называется Тильгер. Блин, что Зизл творит? Это просто... Он унижает. Извините, ребят, за такое слово. Но он реально унижает сейчас команду Гамбит в Соляндру. И еще один хук сейчас по Эдварду пойдет. Ха-ха-ха-ха! Эдвард прочитал! Либо произошла та самая ситуация, в которой я в Солоку говорю. Законтриллиан скиллом меня. А Свин Скерин? Ну, правда, там хуканули Эдварда. Свин? Свин, как дела? Ладно. Свин Скерин хотел ультой отзонить... Не совсем я понял, кого, но... Еще один хук от Зайзала, который немножко удивлен тем, что его сейчас джанглер сотворил. Свин Скерин, конечно... Да что творит этот Зайзал? Он вообще промахнется хуком хоть раз в этой игре? Пошла ульта. Умрет ли у нас Райкан? Райкан выживает. Кира приземляется. Но только для того, чтобы спасти своего саппорта. Что творит Зайзал на этом чемпионе? Перефинтил немного. Да нет, Свин Скерин там не перефинтил немного, ребят. Свин Скерин скорее бежал-бежал с мячом и резко упал. Просто упал. Схватился за ногу и начал крутить. А, подождите, так на чемпионате мира же и было. У Неймара. Забыл. Да, прошу прощения, конечно. Свин Скерин пародировал Неймара. Все, я понял. Зайзал король трэша. Ну, у нас есть Трэш Принц, который играет сейчас на Райкане. На пернатых его потянуло. И есть Зайзал, который, кстати, даже не считается трэш-мейнером. Насколько я помню, его любимый самый чемпион это Алистар. Он даже в Академии играл, в основном только Алистара. Но вот трэш как-то последнее время, он в соло-ку его наигрывает много. И последние два месяца это происходит. Я думаю, это было связано с тем, что он видел уже потенциал того, что Трэш вернется в игру. Там Кенчи начинает нерфить, это очевидно. Алистар это ситуативный пик, и его могут тебе забанить. А Трэш, он, как говорится, жив всегда, ну, кроме там парочки моментов. 6-3 плюс 4 тысячи, даже больше уже, 5 там почти тысяч преимуществ команды Клауд Найн. Вышку на миде, скорее всего, гамбиты не смогут задефендить. Хотя попытка, не пытка, а нечем. Они вроде крипов-то убили, подходит Сникит, добивает ее. Сникит там опять стаки набрались. Блин, и, конечно, вот это вот проблема. Проблема номер, как говорится, раз. Что делать с Дженсеном? Он играет на Райзе, ушел в чистый сплитпуш, у него 2-0, у него уже настакивается капля, и сейчас он собирает себе Жоню. А, честно, я не знаю, что с ним делать. Ну, я сразу вам сказал, что лейтгейма нет у команды Гамбит. Им нужно сейчас как-то организовать битву и победить ее. В противном случае, через 10 минут уже нечего будет организовывать. Сейчас у них есть еще пауэрспайки. У них есть ульта Райкана, ульта Галлио, Грагас все еще с магическим неплохим уроном. Все, он, правда, там мозаику собирает, пока свой пазл не собрал, не превратил ни в один предмет. И есть Абисал Маска, немножко странный выбор от Киры, но это, видимо, чтобы усилить мидгейм себе. Ну и, конечно же, заблокирует магический урон от многих игроков команды Cloud9. Ну, а лекарь, что-то вообще издевается, мне кажется, уже. Он плюс 2 левела, он просто дал экзост. Ну, я понимаю, почему он его дал, он хотел поменять, чтобы телепорт у него был. 200, 200. О, все, посох настакался. Ой, боже мой, 15-я там, не, какая пина, 18-я минута, посох настакался у Дженсена или Йенсена, как его некоторые почему-то называют, хотя он Дженсен на самом деле. Он даже на своем стриме иногда троллил и говорил Йенсен. Хотя он сам знает, что его имя правильно читается, Дженсен, ну, фамилия точнее. Стажер, иди сюда, мне ТП надо. Ну, на самом деле, это так и выглядело. Я думаю, даже в мыслях у лекариша было, сейчас найду кого-нибудь, кину на него экзост. Фу, нашел. Вот стажер есть. Чоррась не через Жезл веков играет. Я думаю, в этой игре он как раз хотел тоже немножко медгейма себе добавить. Где же не идиоты, ребята? Это чемпионат мира. Люди прекрасно понимают, в какой стадии игры, кто будет силен и кто будет слаб. И команда Клауд Найн прекрасно осознавала, что лейт, они в любом случае, что будет у него Руа, Жезл веков, что не будет у него Руа, он все равно в лейтгейме будет сильнее, чем Галлио. Поэтому надо не сидеть и скейлиться 30 минут. А лучше уже на 20-й минуте, вот на 18-й минуте иметь свой один предмет целый и сразу выходить в обилити пауэр. Сейчас Баншин все же решил собрать, а не Жоню, как я предположил. Баншивейл будет. Сникет 200 с плюсом. Ой, повезло. Повезло Даймонду на самом деле, что Зейзл сейчас его не поймал. Это чисто был бы килл, потому что нет все еще никакой тонковости у Даймонд Прокса. И судя по всему, ее уже и не появится, потому что он идет в портабелт. Проблема была бы тонна урона. Дракон, оп, фонарь кидает. И умрет ли Дрейвон, умирает Дрейвон. С кучи магического урона. Сняли стаки с Дрейвена. Команда Гамбит. Ценой, правда, инициации через флэш Эдварда. И, возможно, вышку на миде еще побьют. Трэш не может вместе, конечно же, с Талией это все бронировать, оборонять. Флэштаун идет от Киры. Пытается убить Трэша. Трэш отфлашивается, остается в ЖБ. Хульта Лодика не добивает. Тем временем, Райз продолжает жестко сплитпушить. Сион возвращается на мид на всякий случай. Хотя, мне кажется, Сиону надо было продолжать тоже дальше сплитпушить. Но это 3-1-1 схема, которую Клауд Найны не использовали в игре номер 2. Сейчас они более агрессивно ее используют. Ну, а Сники нет QSS. Пока нет QSS, пока нет танковости. Трэш хоть и кинул ему фонарь, но это не помогло. Видели, Лодик сделал прыжок вперед. Вот в этот момент Эдвард делает прыжок на Лодика. С него делает флэш еще наперед. И вот он врыв по Дрейвену, от которого вернуться можно только при помощи QSS. Ну, либо невероятной танковости. Минус таки Дрейвен, Рип, но хотя бы шанс. Маска и Рулай появился у Лекариша. Ну, если вы собрали Рулай на Маску, то и надо собирать. Но это фуллапе Лекариш. Конечно, Синджет имеет преимущество. И пассивки, то, что чем больше здоровья ты соберешь, тем больше у тебя будет урона, это логично. Но я редко такие билды вижу. Все же чаще Райт Лос Глори. Выходы с Руа. Ой, с Руа и с этим... с Рандуином. Ой. Ай-яй-яй-яй-яй. Все, на небольшие неприятности. Он прыгает в стеночку. Его перекидывают. Бедный стажер. Его здесь убивает. Если кто-то из команды Гамбит, кто может ему помочь? Честно, нет никого. И Хук еще пропускает. У нас здесь лодик. Но не делают инициацию команды Клаудай, потому что понимают, что у них минус игрок. В любом случае. Райт продолжает держать Галлио на топе. И Синджет продолжает просто пушить бот-лейн. Преимущество на сайд-лейнах весьма очевидное у Клаудай. Но Гамбиты пытаются все организовать как-то битву против Дрейвена. А Дрейвен, знаете, он такой, как красная тряпка здесь для быков команды Гамбит. Они бегут на эту красную тряпку, забывая о том, что в любом случае он будет наносить урон, потому что вы должны собирать Магрес. Везде магический урон у команды Клауднайн. Кроме Дрейвена. Соответственно, Дрейвену даже не нужны суперпредметы. Он уже свои стаки один снял. Дженсен вот из-за этого Кира сейчас просто развоплощает. Даймонд Прокс подходит, чтобы спасти своего медлейнера у него. Это не получается, потому что в итоге он сам умирает. Откуда ни возьмись. Просто пять игроков команды Клауднайн выскочили. Эдвард первым, как говорится, как ворона. Ну, только не ворона, вы понимаете. Сбежал с корабля. Пиратского и команда Гамбит. По-моему, теперь уже официально терпит поражение в этой партии. 22-ая минута всего лишь игры, казалось бы. Но это минус три игрока и минус на Шор. Никакого урона не было у Лодзика. Попытались они убить Райза, с которым я говорил уже с самого начала, что нечего будет делать. И урона вообще никакого не оказалось по нему. Давайте смотреть повтор. Один на один сражается. Дженсен просто без шансов убивает Киру. Даймонд прыгает на шишки и делает инициацию для защиты его. Правда, работает по Свенскере. Но после этого Эдвард прыгает через него до Свена, но не добирается. И все. Минус два игрока. А дальше подошедший Лодзик Эдварда. Офигели от того, что здесь тоже сидит и остальные игроки. По лицу Даймонда видно, что он счастлив. Счастлив, что играет не в команде Клауд Найн, а играет сейчас в Гамбитах. Что игроки все прекрасно понимают. Что тренер тоже знает, что лучший чемпион это Грагас. Конечно же, для него зачем давать ему Поппи и Кендер Эдку, может быть, или Грейвса, или Талию, на которую он, кстати, имеет стопроцентный винрейт на чемпионате мира. Грагас — это выбор настоящих мужиков. Нет, драфт, понимаете, этот драфт все равно лучше, чем против команды Джерекс. Вот, опять же. Он лучше, чем против команды Джерекс. Сегодня гораздо лучше драфтуется команда Гамбит. Но на красной стороне у них явно какие-то проблемы с пониманием того, что нужно делать на красной стороне. У нас здесь войнушка началась. Быстренько убивают Сиона. Не Сиона, извините, Синджета. Сиона почти так же быстро убили. Дрейвен бежит, чтобы добить, но Райз добивает быстрее. Дрейвен расстроен, потому что стаки ему не достались. Хотя там у него не особо они собрались. У него 36 стаков, это копейки. Там всего лишь плюс каких-то 100 золота пришли бы ему. Но на Шор на 24-й минуте дарит команде Cloud9 ингибитор. Но с другой стороны, ребят... Ой, какой хуй... Да что же он творит-то? Прекрати, Зейзл. Знаете, вот страшно становится за команду Гамбит, потому что... И теперь тратить бан надо на этого чемпиона. Вы хоть понимаете, что Зейзл только что творил? И еще один хук. Ну что он делает? Прекрати! Дрейвен, кстати, убийство зарабатывает. Два подряд ли... Беги! Сники ускоряет, и Райз себе забирает килл. 14-6. 25 минут прошло от игры, но что-то какое-то слишком большое преимущество по золоту. Трэш погиб здесь. Не смог он себя защитить. Это Бест оф 3 или Бест оф 5? Бест оф 5, ребят. Чемпионаты мира. А все к плей-офф стадии устроили теперь нам Бест оф 5, чтобы было, как говорится, интереснее. Счет становится, соответственно, 2... Ну, скорее всего, становится 2-1 в этой серии. И есть слишком много дыр, которые надо затыкать команде Гамбит. Но благо для них. Они будут выбирать следующую сторону. И если они не дураки, они выберут себе синюю сторону, чтобы на одну дырку было меньше, как говорится. И эта дырка, я как раз подразумеваю, то, что они тогда смогут хотя бы себе забирать пауэрпик, заставить команду Клауднайт тратить баны на Атрокса Ургота, а не попадать под ситуацию, где они забанили вам Тамкенча, забанили вам Анивию, забанили вам Варуса. И все. Сейчас в любом случае будет 2-1. Ну да. Зейзл совсем в другую сторону кинул Хук, но я так понимаю, он хотел поймать на Ешке Даймонда, но Даймонд здесь даже не убегал уже. Даймонд решил просто забрать объект. Один ключевой объект на 26-й минуте, когда у тебя убиты 2 ингибитора. Это гром, ребят. Ну, здесь без хейта. Ну, как бы все равно тут игра проиграна, какая разница. Почему Джина не берут? Часто не знаю. Джин довольно сильный чемпион, и его, по-моему, на чемпионате мира пикнули 2 раза, и оба раза выиграли. То есть я пока не вижу каких-то объективных причин не брать его. Может быть, это из-за Браума, потому что Браума открытый, он контрит Джина, и никто не хочет забирать себе Браума на ботлей. 17-6, даже больше. 18-6. Дрейвен продолжает набирать киллы. Команда Cloud9 еще показала один пик, который они могут сегодня использовать, даже если они проиграют там неожиданно четвертую игру. А, кстати, они могут этот пик использовать и в четвертой игре. А именно Дрейвена. Дрейвена с Трэшом. Дрейвена с Алистаром. И при этом агрессивного джанглера дать Свенскерину, как они сейчас это сделали. И он просто уничтожит топ-лейнера команды Гамбит. И если у вас не будет топера, у вас, соответственно, не будет уже и рабочей схемы против команды Cloud9 3-1-1 спритпуша. Свой 3-1-1 сделать, как вариант. Ну, тут зависит от стороны. Я бы забирал синюю сторону. Постарался бы повторить пик, понятное дело, партии номер два. Ну, очевидно, что Анивию забанят вам. Но для этого, чтобы забанить Анивию, надо кого-то еще оставить открытым, прошу прощения. Либо Варуса, либо Ургота. И в любом случае, ни в коем, ни в коем разе, никогда больше не давать лодику керри-чемпиону. Пусть сидит на саппортах Адыкерри. Что вы ему даете? Ну, ребята, ну я... Да какой тут... Я не знаю, это же... Какая вера должна быть у человека, в этого человека, что они ему продолжают давать хардкерри-чемпионов? Иди победи Дрейвена за Люциана. Какой нафиг? Иди победи Дрейвена за Люциана. Выживи просто. И это уже будет хорошо. Ладно, идем на перерыв. Посмотрим, что будет дальше.